Привет всем! Всех приветствую! Сегодня необычное видео на моем канале. В этот прекрасный солнечно-весенний февральский воскресный день мы с мужем решили прогуляться. Прогуляться довольно далеко в горы, который у нас называется Кайзерштулем. Часто мы там бываем, бываем и пешком, бываем на велосипедах, но вот после долгой зимы, довольно холодной в этом году, мы решили пройти именно пешком, большое расстояние. И так как меня часто просят рассказывать о той местности, где я живу и вообще о своей жизни в Германии, я решила взять вас сегодня с собой, пригласить вас сегодня в этот поход с собой. Походу планирую рассказывать о той местности, где мы живем, о какой-то специфике, ну в общем обо всем, что будет мне приходить в голову. Так что надеюсь вам эта прогулка понравится. Сегодня 21 февраля, отличная погода, обещают до 20 градусов плюсом у нас. Даже не верится, что еще неделю назад даже дневная температура была ниже нуля. Ну вот сейчас так тепло, резкое потепление и мы надеемся, что это уже весна. Мы решили прогуляться, сделать такую вылазку из дома, именно пешую прогулку. Всю зиму сидели дома и и вот когда появилась такая возможность и хорошая погода, мы решили прогуляться. Буквально вышли из дома, вот вам сейчас покажу. Вон там, где большое серое здание, это у нас фабрика обои делают, Эрисман. Туда кстати мой сын наверное пойдет учиться с 1 сентября. Вот и там же рядом наши дома находятся. И вот мы вышли с мужем и идем. А идем, наша цель это вот эти горы, невысокие горы. Мы вообще живем на юго-западе Германии, в самом южном углу, юго-западном углу. Вообще наш, наш угол Германии называю Драйленда Эгг. То есть здесь встречаются три страны, Франция, Германия и Швейцария, да, в нашем, в нашей этой области. Буду немножко идти, немножко будет шататься, но буду вам рассказывать, да. И так как вот мой муж, видите, вон там, в красной куртке, меня уже ждет. И наша вот эта вот часть, Драйленда Эгг, да, называется три страны, где встречаются, еще раз повторяюсь. И причем Франция у нас очень ряда. Вот там вон те деревья, лесопосадки, там рейн течет за ними и за рейном уже Франция. То есть Франция у нас в шаговой доступности, а Швейцария у нас где-то 40 километров от нашего городка на машине. Мы обычно туда ездим. Там же есть аэропорт, который так называется, Драйленда Флюкхафен. То есть аэропорт трех стран. В этот аэропорт можно в Вазеле, да, он базельский аэропорт считается, и в него можно заехать со всех трех стран. Из Германии есть въезд в этот аэропорт, и из Франции, и из Швейцарии свой. Вот. А вот эти горы, куда мы сегодня решили прогуляться, это называется горы Кайзерштуль. Вообще наша область, где мы живем, она славится вином своим. Зюдбаденвайн, это самое, считается, вкусное вино в Германии, и самое в большом количестве оно здесь производится на юге в Германии. И также спаржа. Спаржа, ну, называется Вайн-Унш-Паржен-Уат, да, у нас области, где на этом, как сказать, специфицируется, или чем знаменита, да, наша область. Вот эти все поля вокруг, это фермерские поля. У нас фермеры называются бауры. Сейчас мы с вами, я вам покажу типичный баурский двор. И вот эти все поля принадлежат как раз вот этому фермеру. А мы держим путь вон туда, в горы Кайзерштуль. Кайзерштуль, если вы присмотритесь, ну, потом поближе я вам еще сниму, он весь ступеньками нарезан. На этих ступеньках растет виноград. То есть эти горы, они засажены виноградом. Там, где можно было его посадить, там его сажают. Причем самые макушки этих горов, они... Там лес. Лес, деревья, хвойные не только. Вот. Так что держим путь туда. И от нас, ну, я думаю, что нам километров шесть туда топать. Ну, при такой погоде, когда нет ветра и светит солнце, это одно удовольствие. До скорого. Обычно на любом фермерском подворье, да, на Бауэрском дворе, есть, вот видите, написано, Хофляден. То есть есть небольшой магазинчик, где они продают свои товары. Здесь стоит СБ, то есть Зельсбединунг, то есть можно самим. Там наверняка стоит какая-то копилка, цены. Можно взять яблочки уже фасованные в мешочек или картошечку. Вот видите, велосипедисты как раз поехали за этим. То есть не обязательно стоят там продавцу. Здесь обычно люди и живут, и работают. То есть здесь же находится дом, где живет вся семья. Здесь находится магазинчик и гаражи для техники. И, наверное, склады, где хранится продукция. Но вот этот Бауэр выращивает очень много картошки, очень много лука. И все это вот выращивается на этих полях. И мы все это наблюдаем, когда выходим гулять по осени. Видим, как эти кукурузу сажают. Конечно же, здесь все сажают кукурузу. А поля, которые отдыхают, засаживают рапсом. Из рапса делают в Германии. Масло рапсовое очень популярное. Наравне с подсолнечным, используемое в еду. Ну и типичные овощи, которые обычно для всей семьи нужны. Там капусту они в небольшом количестве, но тоже продают капусту. Салаты, морковь. Все, что обычно выращивают Баура на юге Германии. Все это обычно в любом хозяйстве имеется в небольшом количестве. Но каждый фермер на чем-то специализируется. Мы дошли до, можно сказать, до цели. Мы уже в предгоре Кайзерштуля. Вот подошли к горе. И здесь начинается поселок, который называется Ахкарн. Я много об этом поселке какой-то истории не знаю. Но в принципе он один из типичных таких кайзерштулевских поселков. Где живут в основном виноделы. В каждом таком поселке, несмотря на то, что они очень даже небольшие деревеньки, есть обычно свой винный погреб. То есть куда все окрестные Баура. У них в каждой деревне создан свое такое общество. В Германии называется Ферайн. Винцер Ферайн. И вот они туда сдают свой виноград. Делают вино. И если уже есть какие-то излишки, и свой келлер не справляется, тогда они везут к нам в Брайзах, там где мы живем. Есть огромный, самый большой на юге Германии винный погреб. Огромное предприятие. Зюдбаденвайн. И туда сдают остатки винограда. Но основную массу, конечно, каждая деревня, каждый такой Ферайн перерабатывает виноград сам. И делает свое вино. Естественно, при этом в винном обществе есть и свои магазины фирменные, где можно купить именно их вино. И поселок, он находится вот там между горами. В расщелине. Когда мы поднимемся сейчас на гору, будет хорошо видно. А это вот типично для каждой деревни. На окраине деревни. Вот мы только у входа, как бы сказать, в деревню. Обычно есть свое спортивное поле. В каждой такой деревне есть своя футбольная команда. Причем часто и женские отдельно, мужские отдельно, детские разных возрастов. Все это на добровольной основе. Тренера не получают обычно никаких денег. Это обычно родители учат своих детей. И тренерами являются более старшие футболисты с этой же деревни. То есть это все на таком любительском уровне. Ну и плюс вот здесь вот сейчас не очень хорошо видно, но на окраине деревни обычно есть еще какой-то индустрий гибит у нас называется. То есть не жилой район, а промышленный, где находятся какие-то фирмы небольшие, предприятия. То есть обычно предприятия, промышленность вся находится за пределами городка. То есть в центре города или поселка вы обычно не увидите больших организаций, заводов, каких-то предприятий. И тут же вот недалеко, сейчас мы с вами подойдем. Сменяется шум. Здесь же есть небольшая железосторожная станция. Ну ее так название громкое. На самом деле просто остановка электрички. В таких деревнях обычно школы только начальные. То есть с 1 по 4 класс дети здесь учатся. А уже после ездят куда-то в город. Вот эти дети, которые живут в этом городке, обычно ездят к нам в Брайзах в школу. Где есть и десятилетка, и гимназия 12-летняя. Обычно дети потом на вот этих электричках или на автобусах добираются уже в город, в школу. Вот мы дошли до железодорожной станции. Здесь вот люди едут уже в сторону города. Отсюда добираются до школ, до работы. Многие ездят на работу в город. В большом городе с парковкой всегда большие проблемы. Вот и стараются на общественном транспорте. Электричка едет здесь до Брайзаха где-то минуты 3-4. И оттуда до Фрайбурга можно за 20 минут добраться где-то тоже на электричке. Но в выходные обычно транспорт не ходит в таких деревнях. Обычно в воскресенье или ходит очень-очень редко. Потому что нет такой необходимости. Все по необходимости, все выверено в рабочие дни, в школьные дни. Конечно, народу намного больше. А выходные смысла нет гонять туда-сюда электрички. Совсем уже весна. Прям вот чувствуется в воздухе уже почки вот на деревьях. Видите, набухает. Вот сирень уже прям видно, как почки набухли. Ну и подснежники. Смотрите. Подснежников уже очень много. Прям практически в каждом дворе уже первоцветы цветут. Ну подснежники, крокусы только-только появляются. Я думаю, что через недельку, если будет такая погода, уже и крокусы расцветут. Не очень красиво, конечно, заглядывать в чужие дворы. Но так как вот этот двор так сильно ничем не огорожен, зелени сейчас нет. Можно посмотреть. Смотрите, какой классный. Кто-то для своих детей построил. Называется Баумхаус у нас. Домик на дереве. Ой, просто шикарнейший. Мне кажется, мечта любого ребенка, особенно любого мальчишки. Чтобы был свой уголок, свой домик. Ой, что-то я тут напортачила с зумом. Классно. Лестница. Вон там снизу какая-то площадка, песочница. А наверх лестница и домик. Шикарное место. Очень люблю это место. Мы сюда обычно, если делаем такую пешую прогулку или велосипедную, повсегда поднимаемся на эту горку. Здесь уже вот прям хорошо видно. Это вершина одной из гор. Кайзерштуля. И вот здесь уже начинается лес. За моей спиной. А вниз идут вот эти вот ступеньки винограда. Конечно, сейчас февраль не самое красивое время года. А когда здесь лето, или тем более, очень люблю сюда приходить осенью, когда уже виноград зреет. Здесь очень красиво. Виноградные листья, когда начинают краснеть, желтеть. Тут просто неимоверная красота. Я уже как-то снимала здесь видео, хотела вам показать на канале. Но как-то это видео так не случилось у меня. Не смонтировала я его вовремя. А потом уже было как-то не к месту и не ко времени. Так вот, мы с вами находимся сейчас на Кайзерштуле. На одной из горок. У них, конечно, у каждой горы есть свое название. Только местное население его знает. Но для меня это просто Кайзерштуль. Кайзерштуль вообще переводится как трон Кайзера. То есть место, где сидел Кайзер. То есть место, трон, если по-русски. По-немецки немножко другое значение. Но скажем так. И почему эти горы так называются, я не знаю. Но вроде как слышала, что если смотреть с высоты птичьего полета, то, что он похож на кресло такой формы. Вот там на горизонте горы. Вот это вот черная полоса в тумане. Это уже французские горы. Они более высокие, чем Кайзерштуль. Называются Фагезм. И там вот, ну, вам, наверное, сейчас не видно. Мне живым глазом видать. Там еще лежит снег на верхушках. Там еще пока холодно. Но я как сказала, они более высокие горы. И они уже, естественно, не виноградные. Там хвойные леса. Там очень красивые озера. Есть очень много кемпингов. Мы там бываем иногда. Едем туда на кемпинг пляться. Ну, или на выходные погулять. Есть там два таких красивых озера. Черное и белое называются. И есть очень хороший вандервек. То есть, ну, можно такое путешествие от одного озера к другому через лес. Есть там такие направители везде. В общем, там мы гуляли. Там тоже очень красиво. Ну, и вот лесополоса. Это все с обоих сторон от Рейна. Насажены деревья. И Вассашутсгибит называется. То есть, дамбы отсыпаны. И на случай, если Рейн вдруг выйдет из берегов. Рейн. Рейн по-немецки. Рейн по-русски. Если Рейн вдруг выйдет из берегов. То есть, есть целая огромная такая полоса. С двух сторон от Рейна. Куда вода. Если выйдет, то она там по лесу растечется. То есть, на город не пойдет. То есть, такая защитная полоса. Поэтому там лес. С двух сторон от Рейна. Ну, и вот сейчас мы с вами дальше пойдем. По этой горе. Вот по дорожкам. Здесь по всему Кайзоштулю. По всем горам. Есть вот такие вот асфальтированные дорожки. Ну, чтобы удобно было и на тракторах подъезжать. И к виноградарям. Всем винцерам. Ну, и всегда очень много народу выходные. Особенно люди. Кто-то на велосипедах. Кто-то вокингом занимается. С палками шагает. Нортворкинг. Кто-то, как мы, просто гуляет. А там внизу, обычно понизу, много людей и на роликовых коньках, и с детьми на велосипедах. Конечно, в горы не очень с детьми поднимешься на велосипедах. Тяжеловато. А вот понизу. В общем, дорожек очень много. И возможностей очень много здесь. И гулять. И на любой вкус. И, конечно, когда хорошая погода, очень заметно, что прям народу много. А можно сказать, это первые теплые выходные. Вообще за зиму. И поэтому народ соскучился по прогулкам, по солнышку, по теплу. И все вышли погулять, в том числе и мы. С этого места хороший вид уже открывается на саму деревню. Там вот я вам уже показывала, где индустриальная зона, а тут уже жилая зона деревни. Вон видно в центре церковь Башенко. Сейчас попробую приблизить. Видите, вон там в центре Башенко церкви. Как обычно, типичная немецкая деревня, южно-немецкая. С церквушкой, с парой ресторанов, которые сейчас, к сожалению, закрыты. И даже где-то зайти выпить стакан сука или вина, к сожалению, нет возможности. Надеемся, что скоро это все кончится. Но вот на данный момент можно только любоваться. Видно, смотрите, какая красивая гора. Более высокая, чем там, на которой мы находимся. И все-все горы полосатые. Все горы в виноградниках. Сейчас виноградники лысые, они палочки стоят, поэтому менее зеленый вид. Это когда все виноградники будут уже с листьями, будут горы абсолютно зеленые. Красиво. Вон там вот на горе есть какая-то телевышка, наверное, или радиовышка, не знаю, какая-то вышка. На самой высокой точке гор. Вот, ну а здесь вот уже лес и горы. Виноградники, кстати, уже подготовили. Баура, как вы видите, обрезали все веточки. Я надеюсь, видно. Вот, на каждом стволе оставляют одну или две веточки. Винограда, все остальное лишнее обрезается. Вот все, видите, ветки лежат на земле. То есть все, что обрезали, по возможности пользуются моментом, каждый теплый денек и осенью, и вот ранней весной. Здесь даже бывает, что вот в феврале еще лишнее обрезают. Потому что, чтобы был хороший урожай, есть определенные правила обрезки винограда. Очень разные сорта. Здесь красного винограда, с него делают красное вино. У нас называется рот бургундер, да, бургундская красная или белая. Белый виноград, есть несколько тоже сортов. Миллер тургау, вино более такое популярное у нас. Потом есть грау бургундер, серый бургундер. Есть вайс бургундер, белый бургундер. Есть розовый, розовый бургундер. Ну, то есть разные сорта. Я в этом не очень понимаю, я вино практически не пью, вообще алкоголь. Ну, вот то, что знаю. Работала как-то одно время в кафе, я уже рассказывала. Лет 8 работала в булочной, при которой было кафе. И мы тоже продавали вино, сервировали вино. И еще, кстати, немцы очень много пьют не чистое вино, а называется вайншорле. То есть разбавляют вино минеральной водой пополам. Один к одному. Белое вино или красное вино разбавляют минералкой. И есть небольшое количество народа, которое пьет вино, называется зюшорле. То есть разбавляют лимонадом. Но это очень редко. Кто-то считает, что это просто кощунство, разбавлять вино вин лимонадом, сладкой водой. Ну, что касается меня, то я скорее выпью сладкое шорле, чем вообще не люблю кислое вино. Если когда-то и пью, то пью сладкое. Хотя понимаю, что оно не такое полезное вообще. Очень редко это у меня бывает. Даже пиво я пью пополам с лимонадом. Плохая я немка. Не получилось из меня. Вы пивохи. Но в остальном Германию люблю. Очень красиво. Я не знаю, я бы на этот вид любовалась часами. Но надо идти дальше. На Кайзерштуле очень много таких семейных бетрибов, семейных таких, как сказать, гостиниц семейного типа. Видите, вот это Гастхаус называется. Давайте посмотрим, что тут написано на шильде. Винцерхоф и Гастхаус Шетцле. Шетцле – это фамильный бетриб, да, фамилия Шетцле у этой семьи. Винцерхоф и Гастхаус. Это значит, что они занимаются вином и также у них гостиница. И снизу стоит Урлауппенсион. Митхаус Брэнерай. То есть они предоставляют. Можно здесь приехать в отпуск и у них поселиться. И также у них Хаус Брэнерай. Это значит, что они из вина еще и делают, ну, по-русски, скажем, самогонку. В Германии это называется бренд. Бранд. Бранд – это, подождите, ну, шнапс. Вот. Вспомнила, как это называют по-русски. Вот. Ну, то есть делают такую чачу. И у них можно вот поселиться. И таких очень много. На Кайзерштуле очень много таких мест, где можно приехать с семьей или парой, или вообще по одному. Очень, кстати, часто с севера Германии люди с Баварии приезжают именно сюда, на юг Германии. Все знают, что Бавария славится своим Октоберфестом, да, винным праздником. Ой, винным, говорю, пивным праздником. Но мало кто знает, что на юге Германии тоже очень осенью очень популярны праздники, вина. Праздники называются Цвибль-Кухенфесты, когда луковые пироги под молодое вино. Ну, то есть очень много. И в каждой деревне свои традиции, свои праздники. И люди со всей Германии, даже часто с Франции, со Швейцарии приезжают сюда именно осенью. Гуляют здесь. Погода обычно осенью стоит хорошая. В обе лето и тут вино. И можно в каждую деревню походить, попробовать все это. Накупить себе на целый год запасы вина. Очень популярно это. Здесь тоже такой винный туризм, скажем, назвать, если по-русски. И направляемся в обратную дорогу. Отшагали километров, наверное, 7-8. И осталось 6 километров до дома. Чтобы дойти. Как раз хотела вам показать электричку. Как раз подъехала электричка. Чтоб вы видели, какие здесь поезда. В принципе, сейчас поезда все электростали. Раньше они были дизельные. Но недавно все поезда, все электрички у нас сделали именно электричками. Хотя, мне кажется, это дизельный, нет? Это все-таки дизельный был цук. Слишком шумный для электрического. Вот такие. Два вагончика, и они были почти пустые. Как я сказала, выходные. В принципе, народ никуда не ездит. Хорошо, когда есть муж, который сделал чай. И можно посидеть вот так вот на солнышке и попить чаю в прогулке. За ваше здоровье, всем хорошего настроения. И побыстрее всем-всем солнечных денечков и весны. И на улице, и в душе. Продолжение следует...